В Киевском районном суде Одессы продолжается суд над несостоявшимся киллером Виталием Назлымовым. Руководитель Одесского казацкого кадетского корпуса обвиняется в том, что он готовил покушение на активиста Одесского Евромайдана Сергея Гуцелюка и некоторых одесских политиков. 1 июля состоялось очередное заседание по этому делу. Следователями уже были выяснены и планы несостоявшегося киллера, суммы, за которые он пытался нанять сообщников, оружие, которым располагал Виталий Назлымов. Да и сами сообщники были установлены. Один из них Назаренко потом был переквалифицирован в свидетеля и дал показания. Но сегодня в суде его не было. Судовый разведку данной справы в связи с отсутствием сведения Назаренко неможливо, оскільки необходимо завершить его допит, в том числе с урахованием материалов негласных, рассчитывающих действий, которые будут наданы суду в качестве доказательств. С исключением, я хочу в суд выписать повестку. Адвокат Виталия Назлымова утверждала, у судей нет особых оснований продлевать ее подзащитному содержание под стражей, тем более, что прошлый срок уже на исходе. Также в суде были предоставлены характеристики на Назлымова – прошение от родителей и воспитанников Одесского казацкого корпуса. А сам Назлымов ранее подавал ходатайство о запрете видеофиксации судебных заседаний. Против освобождения были и сторона обвинения, и представитель интересов Сергея Гуцелюка. Как только в суде появился свидетель, и он увидел своего Назлымова, он сразу стал изменять свои показы. В итоге из-за отсутствия ключевого свидетеля дело, по сути, так и не рассматривалось. Учитывая, что заседания постоянно переносятся, то из-за отсутствия адвокатов обвиняемого, то из-за отсутствия свидетеля, у судейской коллегии тоже стало кончаться терпением. Он уехал куда-то, хотя прокуратура должна была быть уведомлена, он должен был бы прийти, но он спекулирует своими правами, саботирует судебное следствие, и суд вынужден собираться. Дорогостоящая судебная машина должна работать, но он уходит от ответственности, его никак даже не привлекают. В итоге Виталию Назлымову продлили меру пресечения, содержание под стражей. Следующее заседание по этому делу состоится уже 1 августа в 16.00. Мы будем следить за развитием событий.